Многие из нас привыкли считать, что у соседа трава зеленее, да и жена красивее. А уж если речь заходит про США, каждый второй русский считает, что там сплошные кисельные берега и огромные зарплаты. Везде, как говорится, хорошо, где нас нет. На деле же есть достаточно много вещей, к которым мы просто привыкли, а американец им может и позавидовать. О них сегодня и рассказываю. Общественный транспорт. США страна автомобилистов. О достоинствах их машин мы говорили в одном из прошлых видео. Но вот из этих-то преимуществ и вытекает недостаток. Если у вас нет машины, вам будет крайне неудобно. Привычных нам автобусов, трамваев, маршруток здесь раз-два и общался. Ходят они редко и нерегулярно. Пожалуй, исключение только междугородние рейсовые автобусы. А вот перемещение внутри города удовольствие сомнительное. Где на машине можно доехать за 10-15 минут, общественный транспорт сожрет полчаса, то и час. Такси дорогие. За 10 минут езды можно заплатить долларов 20-30. И это не в самом крупном городе. Знаменитые желтые нью-йоркские шашечки так вообще стригут купоны совершенно бессовестно. Нью-Йоркское метро у жителя Москвы или Санкт-Петербурга по приезду США может вызвать натуральный шок. У нас даже новые станции, на которых уже по минимуму лепнины и позолоты, сделаны чисто, аккуратно, стильно, со смыслом. Например, обстановка подвязана к названию станции. Американский же метрополитен, впрочем, как и в большинстве стран Европы, это исключительно утилитарный сервис. Стальные безликие вагоны, бетонные своды павильонов в граффити, куча бомжей и сумасшедших всех мастей. Мусор и крысы прилагаются. Медицина. Окей, во многом спорный вопрос, учитывая местами печальное качество нашей муниципальной системы. Но в США ни страховой медицины нет в принципе. Вызвать врача на дом, скорую, плановый осмотр у стоматолога, вывихнутая нога, за все нужно будет платить. И платить бешеные деньги. А еще американские врачи любят лечить антибиотиками все. Вот вообще все. И это в корне неправильно. Почитайте про химическую резистентность и поймете, почему это ослабляет американцев и человечество в целом. Кстати, что касается лекарств первой необходимости, то тут американец тоже может испустить завистливый вздох. В наших аптеках много лекарств отпускается просто так. В США же большинство лекарств строго рецептурные. Даже вполне безобидные жаропонижающие и анальгетики. Хочешь купить обезболивающее? Топай к терапевту на прием за рецептом. А он тебе выпишет такой счет. В общем, схему вы поняли. Здоровая свежая еда, также большая боль. И первое удивление для многих русских, которые ездили в США по тому же Work and Travel. Давайте здесь сосредоточимся на двух пунктах. Общепит. В России в любом маломальском крупном городке вы найдете какую-нибудь столовку, где будет довольно советский, но при этом относительно здоровый рацион. И, кстати, достаточно вкусный. В Америке же быстрые перекусы, обеды и простые кафе чаще всего предлагают еду абсолютно нездоровую. Жареную, политую соусами или сиропами, с хрустящей холестериновой коркой. Куча сухих обедов. И при этом огромными порциями. Половину которой часто просто выкидывается. Чтобы нормально поесть, нужно будет искать пристойный ресторанчик. Но это и время на поиски и совершенно другие бюджеты. Продукты в магазинах. То, что мы привыкли считать обычной едой, покупаем в пятерочках у бабушек возле метро. Или привозим с родительской дачей. В Америке идет с пометками супер-пупер-мега-хайпер-эко. И продается с ощутимой наценкой. Да, и везде, где есть слово органик, добавляете ровно столько же нулей к циферке на ценнике. Обычные же продукты типа молока, яблок, сметаны, хлеба могут лежать в холодильнике месяцами и не портятся. Не покрываться плесенью, не скисать. Как-то настораживает. Короче, если вы в России купили немного морковки, капусты и лука, сварив щи, то в США сможете хвастаться, что вы закупились органик фуд, ибо предпочитаете хелфи лайфстайл. Кстати, если вы удивляетесь, как американцы пьют кофе литрами, и при этом им не становится плохо, то знайте, их привычный кофе вам наверняка покажется жидкой, безвкусной бурдой. Обычно это простой кипяток, пролитый единоразово через молотый кофе. Найти пристойную чашку ароматного, в меру густого и крепкого напитка можно только в спешалити кофейнях. И мы сейчас не про Starbucks, но приготовьтесь отдать за нее как минимум 5 баксов. Это самый минимум. Мобильная связь и интернет. Как мобильный, так и домашний. Ладно, ребята, многие уже знают, что по этому параметру Россия, как ни парадоксально, вообще лучшая страна в мире. У нас не составит проблемы купить тарифный план для смартфона рублей этак за 400. Причем в нем будет больше, чем вы способны наговорить. А интернет безлимитный. Да и покрытие, и скорость порадуют. Домашний интернет у большинства стоит 300-700 рублей. И его хватает на несколько устройств. Скажем, когда вся семья дома и каждый смотрит что-то свое. Нормальная практика в США отдать долларов 50 за 1 гигабайт и безлимитные минуты. За домашний интернет, как правило, вы платите отдельно. И он также стоит около 50 баксов и выше. Разные там варианты пакетов и не такой ассортимент, как в России. IT-сервисы. Казалось бы, Америка, Кремниевая долина. А нет, Mother Russia даст штатам 100 очков вперед. Во-первых, у нас любой маломальский крупный центр провайдеров услуг от банков до газовой службы уже имеет приложение, через которое можно сделать 90% всех действий. Оплатить, заказать, сдать показания счетчиков, проконсультироваться по тарифам и так далее. Во-вторых, те же госуслуги, несмотря на периодические тупники и перегруз в эпоху вакцинации, повели народ вперед. Даже пенсионеры вполне бодро учатся ими пользоваться. Это, я вам скажу, чрезвычайно удобно. Когда записаться к врачу, заказать справку, выписку или оплатить налог, можно на одном и том же сайте. Да и оплата безналом в России процветает. Даже сельские магазинщики уже вовсю устанавливают терминалы. А в крупных городах все реже можно встретить живые чаевые. Народ просто перестает носить с собой наличку. В Америке же вместо госуслуг свои сайты работают при каждом штате и муниципалитете. И чем меньше и беднее штат, тем больше нищенские тормознуты этот сервис. Часто не принимаются онлайн документы. Ничего не знаю, идите и берите бумажный квиток или справку. Да, не забудьте еще и обычный бумажный чек выписать для оплаты. Многие автоматы, например, на парковках, в прачечных, до сих пор работают не просто за нал, а только с конкретными монетками. Квартер 25 центов, стирка стоит 5 долларов, а у тебя нет 20 квотеров. Фиг тебе, а не чистое белье. Иди и разменивай. Отпуск, в том числе декретный. Сравнивать социалку США и России можно, конечно же, долго. И тут, и там есть свои черные дыры, а есть хорошие полезные меры помощи населению. Но что касается отпусков и выходных дней, здесь русские точно счастливее. Наш стандартный отпуск от 14 дней. Часто бывает 21-24 дня. А на вредных производствах или, скажем, в тяжелых условиях севера и того выше 40 дней. В США же политика такая, чем дольше работаешь на предприятии, тем дольше отпуск тебе могут дать. Пока ты свежеустроенный, больше, чем на неделю в год не рассчитывай. Да и даже если ты старожил, максимум 20 дней. И то не всегда, если шеф в настроении и годовые планы не горят. Если решишь перейти в другую компанию, хоть с 30 годами стажа. Все по новой. Привет. Единственная свободная неделя в году. Странная штука. Работодатель. В США не обязан оплачивать отпуск работнику. Многие это делают, конечно, чтобы оставаться конкурентоспособными. Но вообще по закону отпускные никто никому платить не должен. Кстати, закон не обязует работодателя, в принципе, давать ежегодный отдых работнику. Это делается исключительно по желанию. Выходных и государственных праздников здесь гораздо меньше, чем в России. Обычно это 6-10 дней в году. А уж таких длительных загулов, как майские шашлычные или новогодние каникулы, вообще нет. Максимум 3-4 дня выделяют на Рождество или под День Благодарения. Декретного отпуска, как такового, в Америке нет вообще. То есть сам отпуск-то есть, если ты поработал в компании достаточное время. Но это буквально несколько месяцев. При этом работодатель в это время не обязан тебе платить. Сохранять за тобой рабочее место, в принципе, тоже он не обязан. Справедливый ценник. Небольшой пункт, но он бесит и удивляет абсолютно всех, кто первый раз попадает в США. Видите ценник? Готовьте денег на 5-10% больше для кассы. Финальная цена в США складывается из суммы товара, указанной на ценнике и налога, который, к слову, еще и меняется в каждом штате. В Калифорнии, например, он 8,75%. То есть, если ваш шампунь стоит 10 долларов, на кассе вы за него заплатите почти 11. Разумные и непринудительные чаевые. И их в Америке приходится отдавать чуть ли не каждому, кто к вам приблизится в течение дня. Таксисты, массажисты, горничные, парикмахеры, маникюрщицы. Особняком, конечно же, опять общепит. Там они мало того, что включены в счет, так еще и рекомендуется оставлять на чай 15-20% сверху. Захотите оставить чаевые по карте, к вам принесут терминал, на котором будут кнопки 18%, 20%, 25% и вообще сколько угодно процентов. А если вспомнить, что цены в ресторанах тоже пишутся без налога, то не радуйтесь, когда увидите в меню недорогое блюдо.